привет ребят слушайте сегодня день рыбака вот мы отмечаем его на природе если пойдет дождь не обессудьте сегодня у нас такая новая рубрика мы сегодня будем рассказывать всякие истории сегодня мы расскажем истории про группу черный список как они хейтерят как они хайп ловят расскажем про то что хот-дог кафе диджей армилов продал свое хот-дог кафе уехал назад москву почему не сделал и немножко расскажу про закрытие night club а в зебре ребят купили мы мангал чнение мангала даже магазине лента стоил по акции 500 рублей мангал мы вам покажем обязательно такая вот коробочка у него есть барбекю барбекю видно вам и первым делом решили значит запрестить это барбекю ради такого случая ради дня рыбака мы даже не поленились не пожалели денег и купили замечательную форель мы ее уже почистили от чешуи распотрошили стоила она вот здесь вот при рыбки на килограмм 300 где-то вот так и обошлось это что-то порядка 450 рублей вот эти три рыбки мы сегодня их сделаем на гриле две штуки попробуем сразу на гриль просто нашинковать начинкой и сразу в таком же виде положить на гриль а одну завернем в виноградные листья и фольгу тоже запечем еще попробуем сделать из картошечки баклажанчика помидорок что-нибудь такое овощное тоже с использованием гриля короче история про черный список короче группа такая черный список смоленске занимается она всевозможным хейтерингом то есть выкладывает информацию может быть или присылает ей информацию бывает что они сами что выкладывают короче говоря кого-то они там матери отдыхают была история связанная сходок кафе армию диджей затеял короче бучу с ними да что-то они там не понравилось кому-то владельцу этого черного списка местного что-то не понравилось короче халапени не положили в общем они на раздули там у себя в группах использовали такой скажем не неправильный слово такое подобрать способ который короче говоря запрещенный в журналистике запрещенный способ когда журналист начинает свое личное там что-то выкладывать короче говоря разобиделся черный список на хот-дог кафе и давай всякую ересь про них сочинять писать просто потому что кто-то там что-то обиделся в этой группе да и начинается тут раздувание сочиняет какой-то бред по крайней мере так рассказывал сам армен что в итоге ребят итоге мы записываем интервью с армивовым он рассказывает всю эту историю рассказывать не хотя потому что честно говоря для него я понимаю это щепетильно все все эмоции когда твой бизнес начинают грубо говоря обсирать все это конечно неприятно спустя какое-то время ролик с интервью с армивовым набирает достаточное количество просмотров и тут появляется что-то невероятное появляется появляются дизлайки дизлайки именно на это интервью ребят не просто дизлайки там 5 4 3 там как у нас обычно это бывает столько же лайков только же дизлайков появляется сотня сразу же сотня за один раз дизлайков сейчас по моему там на этом ролике по 2 дизлайка если не ошибаюсь короче говоря я думаю кто же виноват короче думаю кому это выгодно до 102 дизлайка быть такого не может что это реальные люди накрутили которым не понравилось ну интервью было просто отличное мне говорили много отзывов что интервью прекрасное все спокойно рассказывает да там 15 минут по крайней мере все по делу кому может быть не настолько то есть неприятно чтобы сделать дизлайк вот именно 100 там два человека короче говоря думаю ладно подождем проходит какое-то время я замечаю что у всех топовых роликов на канале появилось практически столько же дизлайка на топовых роликах эти ролики про открытие nightclub а я точно помню в зебре потом что-то еще кофе лайк тоже короче говоря а багет багет то есть все ролики которые набирали там около тысячи просмотров и зебра набирала больше тысячи просмотров на все эти ролики было накручено накручено почему я сейчас говорю я вам уже объясню то есть было поставлено практически одинаковое количество дизлайка захожу в настройки канала на ю тубе и смотрю откуда были сделаны дизлайки так вот эти все дизлайки по сотни были сделаны с украины оставляете себе ох уж эти украинские ребятки никак они не любят нашу их россияны и даже на какие-то мало популярные каналы заходит чтобы накрутить по сотни дизлайк а началось все ребят началось именно с ролика интервью с арменом садян владельцем ходу кафе который рассказал про черный список как вы думаете вот кому выгодно собственно доставить эти дизлайки мне кажется что на варе и шапка горит просто я ничего не утверждаю да я просто говорю о том что это все по-детски светиться так политься кто-то мог бы наверно подставить скажу да там черный список таким способом ну это тоже просто смешно ребят смоленск где каждый занят тем чтобы заработать деньги просто на завтрашнюю еду никто не будет заниматься такими вещами здесь каждый занят настолько что работает с утра до вечера и просто времени у людей нет но есть ребятки у которых есть свободное время которое которые занимаются непонятно чем просто для того чтобы повышать вот этот вот хайп вот этот и и хейтерство хейтерство это то есть когда кому-то там мочат ради повышения интереса собственной группы или собственных каналов на ютубе ребят но сегодня против все против этого ролика погода пытается нас облить дождем у нас еще и микрофоне батарейка сила ребят поэтому буду говорить громко вы извиняйте уж пожалуйста такое чувство что против нас сплотили все силы черные которые хотят запретить нам снимать этот ролик ребят но рыбу в любом случае сегодня приготовим потому что форелька на гриле это нечто короче говоря ребят с украины когда идут какие-то лайки дизлайки это значит что это значит сразу же понятно что используются какие-то программульки для накручивания это давно уже известно и девяносто там с лишним процентов всех вот этих дизлайков на популярные видео а началось все повторяю с футбол кафе было сделано с украины это видно все статистике ютуба статистике канал поэтому вы сами думайте кому это выгодно и кто мог это сделать кстати по поводу ролика интервью с центр суши ребята центр суши дают интервью ролики ссылочка будет ребята из центр суши сотрудничали с черным списком скажем так открою небольшую тайну и насколько я знаю черный список готовил какие-то рекламные посты или что-то такое не буду утверждать но в общем сотрудничество у них в плане продвижения и насколько я знаю как мне сказали черный список был группа владелец там не знаю кто там они вдвоем втроем были настолько рады этому сотрудничеству потому что говорят сотрудничали они за ролики вот такие вот бизнесмены которые за хавчик просто сотрудничать по крайней мере так мне рассказывали утверждать я сам это не видел утверждать я не берусь такие веселые ребята в общем которые заролы с удовольствием там размещают в группе у себя в каких они там групп наплодили будь здоров я и сам как-то сталкивался с ними черным списком когда мы искали группу для продвижения конкурсов мы искали группы но и написали в том числе как бы и черному списку что у них есть тоже какая-то группа связанность и той что-то где тоже можно бесплатные там за репосты разыграть какие-то конкурсы ну и ребята предложили они сказали мы у них спросили как разместиться они сказали 500 рублей ну я думаю как бы да там как бы наш редактор то есть она вела сначала беседу с ними думаем как бы на 500 рублей все понятно потому что мы монитор или несколько групп то есть с этими все ясно выясняем у других если где бесплатно понятно где-то хочется как бы сэкономить они размещать бесплатно тем более по лайкам и по репостам группа их отставала допустим от той же рядовской дальше мы ничего им не отвечаем проходит какая-то неделя они пишут ну как что вы там решили да мы что-то было какая-то запара загрузка со временем да мы ничего не отвечаем они опять пишут ну там вы решили нет короче говоря мы так оставляем без ответа то есть но собственно о чем продолжать разговор 500 рублей собственно понятно сюда если бы мы согласились как бы да мы бы к вам пришли бы сказали да вот вам 500 рублей ребята давайте как бы сотрудничать мы нашли бесплатную группу в общем не дождавшись ответа ребята из черного списка пишут такое сообщение ах так вот как вы с нами типа того тогда и мы с вами поступаем также просклоняли что то там как-то словосочетание дай меню что-то короче похаб на просклоняли в общем ну такие знаете обидку опять включили такие эти блондин очки 14-летний я смотрю то есть думаю вообще какие-то ребята то есть то ли детский сад то ли что то ли я сильная группа в итоге что потом пытались мы что-то зайти в группу их черный список и оказывается что все странички наших аккаунтов там редактора все там журналисты то есть они все были заблокированы то есть они не могли попасть в группу черный список то есть таким образом ребята из черного списка отомстили нам за то чтобы им просто не ответили готовы ли мы с ними сотрудничать или нет вы представляете насколько вот можно быть недалеким ума чтобы поступать таким вот способом чтобы включать такую обидку а дальше когда мы уже начали сотрудничать с центром суши и вдруг мы опять пересеклись с этим черным списком и они сказали что то есть мы говорим ребят вообще-то у вас заблокированы все но что они тут же нам отвечают все уже не заблокировано то есть они моментально ради того что они понимали что мы сейчас должны денежку какую-то там внести точнее не мы наши ребята с которыми мы сотрудничали да и вот только ради выгодны они разблокировали нас ну что кулинара из нас неважные скажем так рыбка очень нежная форель поэтому наверное всего лучше все таки ее фольги кстати кофе лайк это тоже франшиза принадлежит центр суши ребяткам из центра суши но все равно им тоже досталось в общем ребят после этого ролика посмотрим сколько будет дизлайка проверим черный список на вшивость а если ребятки из черного списка будут подавать на меня все то я буду этому только рад потому что работая в журналистике многие годы я пережил перенес порядка 100 наверно судов всевозможных по клевете по защите чести достоинства и прочих судов у меня вот такая вот градука писем из судов еще одна история связанная с тем же самым хот-дог кафе некоторое время назад узнаю что армен садян владелец хот-дог кафе уехал в москву с чем это связано для меня на самом деле было это очень удивительно потому что ну вроде все отлично он постоянно заходил к нам в салон постоянно печатал какие-то обновления меню что такое тут бац он нету его человек уехал в москву что такое может быть черный список опять это связано с ним может быть его выдавили у него недавно была история когда он хотел попасть в лопатинский сад и руководитель лопатинского сада не так давно там новый директор появился и как-то он им не задел ладился диалог у них то есть он сказал что что хот-доги за 260 рублей вы что у нас тут за 80 никто не берет долго и они как бы спорили там что-то все армен это выкладывал у себя в социальных сетях где он рассказывал что почему такое происходит почему руководство лопатинского сада не думает о наполнении городского бюджета ведь все это принесет пополнение все это принесет прибыли в наш бюджет нашего города смоленска и почему они так халатно относятся к предпринимателям которые хотят что-то открыть я с ним полностью здесь согласен конечно это какой-то просто абсурд когда тебе говорят нет не надо нам ничего да мы тут будем чебуреки свои продавать в таком плане но через некоторое время открылась там бургерная лопатинского саду может быть с этим что-то связано мужики там подвязки у нас же город маленький да если что-то не что-то кому-то кому-то кто-то что-то не дает значит не неспроста это все значит что-то здесь уже кто-то здесь уже заинтересованное лицо все оказалось гораздо банальней сейчас мы поставим это на гриль и я вам расскажу почему слушайте оказывается все проще гораздо и банальнее оказывается он просто развелся своей женой и отдал ей это хот-дог кафе в качестве раздела видимо имущество а то уже свою очередь по крайней мере так он не сам рассказывал а жена его бывшие уже продала кафе простым поварам которые там работали вот так вот говорят они взяли кредит ребят простые повара теперь владельцы бизнеса отлично по поводу закрытия night club в зебре пока еще скажу сразу достоверной информации у меня нет потому что связано это с тем что человек который согласился дать интервью у него мало времени собственно как у меня сейчас я еще преподаю в санкт-петербургской школе телевидения помимо основной работы помимо всех ютубов сайта и всего прочего времени в обрез поэтому когда мы с ним обязательно встретимся я думаю что это хотя бы должна быть по скайпу хотя бы должно все это произойти наш разговор он обязательно расскажет по его словам его уволили еще в конце прошлого года хотя само заведение открылась буквально там по моему осенью или в сентябре что такое открывалась а уже это около нового года она уже уволила основной персонал хороший вопрос задала ассоциация барменов смоленск не почему закрываются заведения а почему они открываются если очень хороший вопрос неужели люди заранее не думают что они через два-три месяца они закроются что они прогорят это можно сделать когда у вас просто не мерное количество денег да и вы ну что-то вкладываетесь в одну фирму в другую там в акции вкладываетесь на вне золото но когда на уровне смоленского региона вы вкладываете вбухиваете просто миллионы денег да там ну мне кажется что открытие nightclub zebra and там чё-то там того было затрачено очень много денег и что неужели маркетологи неужели вот эти вот владельцы владельцы на самом деле не является сам большаков всегда владельцем у него у него бывают какие-то то есть у него бывают владельцы скажем так всегда он сам не является стопроцентным хозяином всех своих заведений по крайней мере так говорят неужели вот эти вот умные ребята которые уже где-то там в алмате в москве то есть открывает свои заведения неужели они как бы не думали о том что вот этот данный данный вид услуг что он может не пойти затратив такие деньги все не попытались объединить зебру попытались объединить клуб ресторан там да там чего там только нет там сидели от тёточек вот таких вот на и наворачивая там картошечку до до молодежи которые бургеры там ели может быть ценовая политика потому что бургеры как бы у них и по 600 рублей там по 900 рублей помогу даже были бургеры за такие деньги то есть ну кто будет покупать но они придут на открытие раз но в дальнейшем то есть кто будет ходить каждый день они будут ходить по 1000 рублей оставлять за бургер и вот это нереально то есть неужели вы не почитываете мне смотрите стратегически там на несколько там хотя бы месяцев просто вперед не годы неужели вы не просчитываете сыграет это заведение или нет с остальными заведениями по моему вопросов у нас никогда 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 не возникало у вас вопросов но сейчас почему-то просто какой-то в группе night club а написано что они ушли на каникул получается что что люди будут работать от зимы к зиме на то есть когда основной спрос на общественное заведение потому что холодно и люди куда-то идут поесть помещение когда лето то есть мы вот как мы здесь да все как бы куда-то уезжают на природу либо в отпуска неужели об этом нельзя было просто заранее подумать вот странный вопрос до возникает но почему закрылись были какие-то другие проблемы люди жаловались на то что шум какой-то возникает что-то там поблизости я не видел там каких-то домов но они вроде есть и даже слухи какие-то доходили о том что жалобы какие-то поступали нашу может быть с этим связан тогда написали бы что вот из-за того что надо нас подали в суд мы закрылись но они пишут что мы ушли на летние каникулы ситуация непонятна поэтому мы постараемся с этой ситуации разобраться постараемся найти людей которые причастны к этому бизнесу пускай они приоткроют завесу что произошло вот с данным заведением потому что заведение крупнейшие заведение большое и очень здорово что она у нас открылась вообще но открыться на два-три месяца ребят ну что это такое что осталось у нас немножко мы практически все приготовили картошечку наварили вот этой вот форели можно сказать наварили потому что мы все-таки первый раз как бы гриль за 500 рублей он оправдал себя не оправдали наши познания в области использования данного гриля вот так вот у нас получился форельчик но я думаю мясо от этого не пропадет уже она не стала то есть матерную усилить и еще одна у нас готовится на фольге завернув виноградные листья маслица не сидела немножко можете посмотреть поэтому сейчас ребят будем заканчивать сейчас баклажанчики на гриль положим и сядем за стол ребятки вот у нас рыба в фольге получилось с виноградными листьями и с начиночкой начиночкой мы добавили перчика лука и чеснока слушайте ну мы бы пошли пробовать да как бы не знаю насколько удачно получится данная рубрика насколько все хорошо получилось тем более еще без микрофона но вы пишите комментарии пишите что еще нужно обсудить какие темы вам интересны что нужно рассказать если у вас будет такая информация если мы попытаемся узнать то что вы просите мы обязательно сделаем новые ролики мы пошли кушать отмечать день рыбака ребят всех с праздником вас уже праздник закончился но не суть важно сегодня праздник у нас всем пока подписывайтесь на наш канал будут новые ролики будут новые интересные видосики мы пробуем что-то новое пытаемся развиваться и дальше будет еще интереснее всем пока